Приветствую вас, Ольга. Первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что вы не задаете вопрос. То есть вы просто описываете какой-то момент, вы просто описываете свою ситуацию. Да, безусловно, ситуация не самая лучшая, но тем не менее, вы просто описываете ситуацию и всё. А больше по факту вы ничего не пишите, ни вопрос, ни запрос, ни понятного чего вы хотите от психолога. Да, у вас есть ревность. Ревность у вас имеется, имеется тревожность и так далее. Но это все проблемы, которые вам необходимо видеть как проблемы. Это все проблемы, которыми вам необходимо работать. Но только если вы этого хотите. Я не увидел в вашем тексте, сообщении, желание работать. Я не увидел этого. Я увидел просто то, что вы вот написали, описали точнее, свою проблему и всё. Дальше. Одна из особенностей, это то, что вы хотите чувствовать себя защищенно. Это одна из главных особенностей вашего текста. Вы говорите, что для меня в отношениях главная уверенность в другом человеке. доверяете. При этом вы явно здесь идете в обход. себя. И она не доверяет себе. Уверенность в другом человеке необходима вам для того, чтобы чувствовать, как я и сказал, себя более защищенно. Но проблему незащищенности и проблему тревожности это не решает. Кроме того, это ставит под сомнение любое доверие, каким бы оно ни было. В том смысле, что человеку достаточно один раз совершить то, что вам не понравится, чтобы доверие было разрушенным. Дальше идем. Ревность это проявление достаточно большого количества внутренних проблем человека. Таких как низкая самооценка, чувство собственничества, обесценивание и прочее. Нужно выяснять, с чем именно связана ваша ревность и уже с причинами работать. По поводу доверчивости ситуация тоже несколько двояка. Дело в том, что чрезмерная доверчивость, как вы ее называете, связана отнюдь не с наивностью, хотя иногда и с ней тоже. Правда, в этом случае реакция на опыт несколько иная. Несколько другая, скажем так. Наверчивость выникает из-за потребности положиться на другого человека, из-за потребности опереться на него, из-за потребности переложить на него ответственность за свою стабильность, за свою чистую защищенность. Да, кстати, беременность проискает еще из потребностей в контроле. Желание все контролировать. А это проблема личных границ. На данный момент, пищевые, проживаем с молодым человеком в разных странах. Обратите внимание, что вы выбираете себе партнера, который живет достаточно от вас далеко. Что говорит о том, что, может быть, основывается на бросах и в неудачном опыте, может быть, основывается на то, что вам комфортнее. Ну, вы выбираете партнера, который, ну, не может, который вот с вами регулярно встречаться, да, вы хотите переехать немного на БМЖ, но, как видите, возникают проблемы. Вот в основе резности лежит как раз таки страх этой самой близости. Действительно, страх довериться. Но страх довериться связан лишь тем, что человек не доверяет себе, обесценивает себя и свои чувства. Общаемся уже 4 года. Ну, то есть, здесь отношения развиваются достаточно долго, достаточно длительный промежуток времени, вы общаетесь. В принципе, это достаточно большой срок для просто общения. Хоть и не планирую переехать к нему на БМЖ. Для меня выбор партнера для постоянных отношений очень важный момент. Вот видите, вам не важен здесь сам человек, хотя вы, скорее всего, со мной не согласитесь. Вам важны постоянные отношения и партнеры. Вот чем для вас это важно. Для меня главное чувствовать уверенность в человеке, что означает, что уверенность в себе вы не чувствует, а что означает, что человек вас характеризует и на вас влияет. Доверять ему. Ну, как можно кому-то доверять, если вы не доверяете себе, да? В против моих отношений я была слишком доверчива, и парни этим пользовались. Но опять же, чем вызвано вообще доверчивость? Теперь я не могу доверять никому. Вот, собственно, проблема. Как вы можете доверять данному молодому человеку, если вы не можете доверять никому. Противоречие? Противоречие. По цели, чистую тревогу, подвух или обман. Опять же, вероятно, вас травмировало, то, что Банн не пользовался вашим доверием, но, скорее всего, это просто подтверждение уже имеющихся конфликтов и противоречие внутри вас. У меня был выходной день, и по обычаю такие дни мы проводим вместе с ним онлайн, но мне сообщил, что ему приедем брат в голосе, хотя ни разу за 4 года общения такого не было. Здесь уже начинается то, что психология называется контролем. Вы контролируете своего мужчину, вы привожно реагируете на все, что происходит не по главе, не по графику и так далее. Эти графики, вот, не что иное, как стремление к контролю. Вот, ну, ну, потребность все контролировалось. К сожалению, опять же, опять же, к сожалению, потому что да, 4 года ничего не было. Да, 4 года действительно могло ничего не быть. Но, кто сказал, что если чего-то не было в течение долгого времени этого не может, наконец, произойти? Это первое. Второе, вы пишите, молодой человек мой достаточно некомпонентский. О чем это говорит? Давайте подумаем. В первую очередь, тот факт, что ваш молодой человек некомпонентский и что вы его выбрали, говорит о том, что таким человеком вам, скорее всего, было бы комфортней общаться. Если человек некомпонентский, значит, меньше угрозы, то он будет общаться с кем-то еще. Если человек некомпонентский, значит, по вашему мнению, он более надежный, более стабильный, более такой ориентирующийся, наверное, на вас. Вы выбираете, вы выбираете такого человека, который отражал бы ваши собственные пожелания. Но нет такого человека, который вам действительно было бы хороще. Ага, так, кто любит гостей, сам не ходит, затем мне звонил телефон, динамику у него слышно громко, я услышал голос его собеседника, это была девочка, которая диктовала свой адрес, так что тошнил, нужны ли ей деньги. После звонка я спросила, кто ему звонил. Если видите, то уже контроль. Если вы пытаетесь контролировать. Вот. Значит, так, вот вы говорите, что у него было примерно часов, а 6 часов, то уже контроль. Я все равно внутри себя чувствую тревогу. Тревогу по поводу чего? Да, вы боитесь быть брошены, боитесь быть простой. Ревность связана еще и с этим. Но данный страх из детства. Его улыбнула моя ревность, он сказал, что если бы я хотел привезти девушку, делал бы это более скрытно и звал ее наверняка началкой. Скоро мне нисколько не успокоил, взорвано по слову отношения, что меня обманывают. Но здесь, как бы, скорее это собственное восприятие на себя, собственное обеспечение на себя. Непонятно, почему звонила девушка-то вам, и не должно быть понятно, это его жизнь. Но вы пытаетесь, как я и сказал, его контролировать. Его дело в их встрече не подразумевал их встречу, но обратно не было ни слова, а также предложение отправить денег. Ну, здесь вы, как я и сказал, пытаетесь контролировать. Ну, желе брать, сам не может платить за свою девушку, Ольга, ну, тут вы уже вообще не идете ни в ту степь. Зато после этой встречи у него встреча с другом внимательным, так-то так, вы думаете, что это чувство вины. Здесь происходит то, что в психологии называется перенос, перенос. Что это значит? Это значит, что вы переносите на человека те свои чувства, которые испытывали бы в целом подобные ситуации. Дело в том, что ревность, как и контроль, отвечают за подавление определенных чувств. А если какие-то определенные чувства подавляются, то они же потом достаточно хаотично, неконтролируемо могут вырываться, выражаться. Так что здесь все взаимосвязано. Не хочется ему верить, потому что ранее поваров подозревать он не дал. Но вы уже его подозреваете, и вы будете его подозревать, потому что вам нужно доказать о том, что вы не можете построить серьезных отношений. Серьезных отношений вы боитесь, как и любой ревнивый человек. Мне не дают такой ситуации, если я продолжу допытывать этого данного, сейчас ничем хорошим не закончится. Но то, что вам не дают такой ситуации, это только ваша проблема. Проблема влащества возности, неуверенности, страхов и так далее. Чисто собственничество по отношению к мужчине и обесцениванию себя. Ответ я другой не получу и только ваше зазрение хочу быть снова обманутым. Вы не можете быть обманутым, только если вы не обманываете сами себя. Никто другой обмануть вас не может. Если он делает, это то мои планы, но наше будущее будет просто невозможно, в крайней мере для меня. Ну, опять же, здесь несложно увидеть, что вам важны не только сам человек, его личность, его интересы, а столько, сколько ваши планы на будущее, которые невозможно без присутствия надёжного, в кавычках, человека, который бы давал вам ту надёжность, которую вы не чувствуете сами по себе. Знаете, какая штука. Я бы сказал, что это очень похоже на эмоциональную дистанцированность от родителей в детстве, либо наоборот чрезмерную опеку и гипервнимание по всех сторон. Вот это вот. Такая деформированная форма взаимодействия может привести к тому, что сейчас вам происходит. Но я думаю, что были ещё некоторые моменты. Заканчивая свой ответ, мне бы хотелось сказать, что вы в какой-то степени довольно символично назвали свой вопрос и назвали его доверие и ревность. Так вот, ревность исключает доверие, а доверие исключает ревность. Ревность невозможна, если есть любовь. Потому что любовь – это не собственническая история, не история про то, что человек принадлежит там, допустим, ну, другому, да. Вот. Ревность – это история больше про отношения, а то всё-таки, что мы хотим быть с кем-то для решения своих проблем. Я так же думаю, что вы, что это потому что пишите, человек достаточно сложно проявляющий свои эмоции. Я думаю, что вы человек достаточно взрослый, как вы считаете. Которому, как мне думается, вряд ли интересно со своими ревность, ну, мне так кажется, я, конечно, могу ошибаться с тем, вы производите впечатление несколько такого вот человека, скромного, что называется, домашнего. Ну, а это, опять же, блоки… блокировка ваших… ощущений своего внутреннего ребёнка. Внутренний ребёнок – это наше желание, наши потребности. Вот. И вы позиционируете их, как бы, как что-то условное, я бы сказал. Вот. Что, на мой взгляд, и является проблемой. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Но разрешится она только, если вы обратитесь к психологу и займётесь в психотерапии. Но совершенно правило в том, что продолжать страживать у молодого человека – это значит вызвать его злость, потому что это нарушение лишних границ, которое порождает естественную форму агрессии, защиты. Вот. Но вам ваша проблема, ну, не решать, значит она, может разрушить ваши отношения, да и любые отношения в целом. Вот. 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 Вот.